Гермиона Бедели, английская актриса театра кино и телевидения, обычно играла дерзких вульгарных персонажей, которых часто называют напыщенными. Она нашла свою среду в ревью, в котором она играла с 30-е по 50-е годы. Несколько раз снималась вместе с английской актрисой Гермионой Гинглд. Гермиона Йоланда Руби Клинтон Бедели родилась в Бросселе, Шоробшир, Великобритания, 13 ноября 1906 года в семье Клинтона Бедели и Луизы Бурден, француженки. Бедели был потомкой генерала британской американской войны за независимость сэра Генри Клинтона. Ее старшая сестра Анжела Бедели тоже была актрисой. Ее сводный брат Уильям Бедели был священником англиканской церкви, который стал деканом Брисбана и сельским деканом Бестминстера. Раннее появление на сцене произошло в 1923 году, когда она появилась в пьесе «Чарльза Маковая», подобной ей в лунненском бест-энде. Гермиона была известна тем, что принимала участие в таких фильмах, как «Паспорт на Пимлико» в 1949 году, «Школьные годы Тома Брауна и Скрудж» оба 1951 года, «Пиквикские документы» 1952 года, «Красавицы святого Триняна» 1954 года, «Мэри Поппинс» в роли Эллион-служанки и «Непотопляемая Молли Браун» оба 1964 года. Хотя впервые она начала сниматься в фильмах еще в 20-х годах. Одна из наиболее важных ролей в ее карьере была в фильме «Брайтон Рок» 1948 года, в котором она играла Иду, одну из главных героинь, чье личное расследование «Исчезновение подруги» угрожает антигерою Пинки. Она была номинирована на премию «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Комната наверху» 1959 года и на премию «Тони» за лучшую роль ведущей актрисы в пьесе «Молочный пояс» здесь больше не останавливается в 1963 году. Также она озвучила мадам Аделеиду Бонфамиль в анимационном фильме «Дисней» 1970 года «Аристократы». В 1975 году она получила премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана в «Нелл Наугаток» сериале «Мод». В 1940 году она вышла замуж за майора Джона Генри Дозе Уиллис из 12-го Уланского полка, сына генерала майора Эдварда Уиллиса, вице-губернатора Джерси. Они развелись в 1946 году. У Гермионы были относительно короткие отношения с актером Лоуренсом Харви, который был моложе ее на 22 года. Хотя Харви сделал ей предложение руки и сердца, Гермиона посчитала разницу в возрасте слишком большой и отказалась. Гермиона была известна своей преданностью животным. Свою автобиографию «Непотопляемая Гермиона Бедели» она посвятила своей любимой собаке. Она оставила работу в кино и на телевидении незадолго до конца своей жизни. Скончалась после серии инсультов 19 августа 1986 года в возрасте 79 лет в медицинском центре Седер-Синай в Лос-Анджелесе. Ее останки были возвращены Соединенному Королевству. Субтитры создавал DimaTorzok